Привет, меня зовут Мира. Это моя сестра Милана, это мой папа. Сегодня мы будем солить сало. Ну для этого нам, конечно же, понадобится соль, среднюю помолу, чеснок, две большие головки, перец, желательно, конечно, красный, но у меня его не оказалось, поэтому я взял пять перцев в одном. Но это тоже нормально. Тут уже по перцу, конечно, кто как любит, некоторых даже добавляет к норбульонные кубики. Смотрите, что касается сала. Вот лично мы рекомендуем сало резать вот такими маленькими кусочками. Для чего это нужно? Когда вы уберете в морозилку, расфасуете по пакетикам, потом будете доставать, допустим, уже замороженную, прям вот кусок, и вам его будет легко нарезать на стол. Сало мы уже нарезали, поэтому следующая наша задача сделать рассол. Соли, ну, примерно рассчитывайте самостоятельно. Перец, конечно, тут немного нам дочка заборщила, но в принципе нормально. Этого достаточно. Я немного добавляю, у меня тут есть свои перцы. Все, отлично. Теперь задача Ярослава, где-то от две трети чеснока, крупный вот убираем в сторону, мы его порежем, а мелкий на терке потереть прямо сюда в тарелку. Свера приспособилась. Все прям сверху вниз до конца, не бойся потихонечку. Вот. И так весь чеснок мы натераем. Тот чеснок, который мы натерли, мы добавляем в соль, наливаем сюда стакан теплой воды и все тщательно перемешиваем. Наша задача сделать жиденький такой растворчик. Почему теплой воды? Потому что чеснок с солью и перцем, они должны, так скажем так, завариться, для того, чтобы наш рассол стал намного ароматней специально для сала. Пока у нас настаивается наш рассол, режем чеснок на дольки, для того, чтобы делать начинку для самого сала. Ну, тут уже режьте, кто как хочет. Молодец. Все, теперь ты верни его на середину. И еще одно. Молодец. Молодец. Тоже так же разведай. Все, у тебя получается лучше. Смотрите, сало бывает разное. Вот, допустим, взять... Вот видите, здесь с мясом, а здесь без мяса. Вот те куски, которые с мясом, их лучше пока убрать в сторону. Потому что мясо солится быстрее, чем сало, и потом получается здесь вроде одной консистенции у нас, одного вкуса сала, а мясо пересоленое. Поэтому мясо надо ложить сверху отдельно. Берем кусочки сала наши, вот где основание у нас между шкуркой, делаем вот такой протык. И прямо туда засовываем чеснок. Вот сюда, вовнутрь. Отдаю помощь. Все, Мирослав, прямо обваливаю его. Соль прям, не бойся. Да, да, вот так вот прямо прокручивай. Вот так. И укладываю в ведро. Пока следующий. Молодец. Следующий кусок. И так вот раскладываю по дну. Надо, чтобы они аккуратненько у нас разошлись по дну. Отлично, друзья, смотрите. Очень важно очень плотненько укладывать слой за слоем. Вот когда мы сделали первый слой, прямо берем отсюда из нашей вот рассольной чашки. Берем и поливаем вот так вот. Слой за слоем. Слой за слоем. Вот так вот. У нас уже второй слой. И его тоже, Мирослав, размазывай. Тоже сверху кладем. Размазываем так по кругу. Вот так, молодец. Итак, это у нас два слоя без мяса. Сверху сейчас мы будем укладывать с мясом. Сейчас сверху начинаем укладывать с мясом. Мясом кверху. Такое можно? Да, конечно. Давай сам. Не боюсь, будешь. Самое главное, какая у нас специя? Мирослав. 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 Все должно делаться с Мирослава. Смотрите, осталось немного соли. Вот так вот. По бокам ее рассолу чуть-чуть отгибуем. И вот туда ее с бачка. Ни в коем случае не сверху. У нас там вся уйдет. У нас тоже рассол, который будет у нас делаться на протяжении трех дней. Итак, следующее, друзья. Вот видите, мы уложили сало мясом кверху. Мирослав, да? Мясо кверху. Здесь минимум соли у нас. Дальше мы берем крышку. Рабочее место всегда надо содержать в порядке. Вот, молодец. У нас готово. Мы положили крышку сверху на мясо. И сверху кладем груз. У нас в данный момент это 5-литровая бутылка. Друзья, убираем... У нас в данный момент это балкон. Убираем в прохладное место. Не в теплом, а именно чтобы оно в прохладном стояло. Смотрите ролик до конца. Через три дня я еще открою вам несколько секретов. У нас шло три дня. Посмотрим, что у нас получилось. Ну что, проверим? Вот, как вы видите, мое упущение. Появился рассол. Его появилось у нас слишком много. Вообще его надо было слить до уровня сала без мяса. Потому что не очень хорошо, что у нас рассол попадает на сало. Вместе с... Сливаем лишний рассол. Сдерживаем крышкой, которая у нас уже здесь на месте. Все, крышку снимаем. Такой аромат. Все. Теперь, наши друзья, задача очистить сало от соли. Учись. Все. Вот так вот смотри. Вот так вот. Вот так вот очищаешь отсюда всю соль. Поняла? Угу. И вот себе ножом всегда работаем. Вот себе. Ага. Давай, давай, продолжай. Вот молодец. Все. Вот чем. Всю соль надо убрать. Потому что, когда мы его отправим на заморозку, и когда мы уже вытащим, сало должно быть готовое для резки, чтобы подавать на стол. Соли на ней никакой не должно быть. Самое главное, друзья, некоторые вот делают такую ошибку. Первое. Они оставляют сало прямо вот в ведре оставляют. И когда захотелось им сало, они берут, достают его, режут и едят. Ну, не знаю. Лично мое мнение, что все равно сало, оно впитывает какие-то запахи, какие-то лишние, то, что не нужно для вкуса. И второе. Вот самая главная ошибка. Люди берут, вот соль лень ножом очищать. Они берут и под водой моют, и убирают, короче, на заморозку. Это ни в коем случае нельзя делать. Это все равно, что, допустим, замороженную селедку достать и засунуть ее в горячую воду, чтобы она быстрее разморозилась. Понятно, что рыба не плотная и не того формата. Поэтому не ленитесь. Очищаем аккуратно ножом и упаковываем. в упаковке. От себя. 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 Мы, в принципе, у нас все готово. Осталось грамотно упаковать наше сало. Итак, что мы делаем? У нас есть вот такие пакетики, ну, у вас какие-то другие. Вот в один пакетик можно положить три или четыре штуки для того, чтобы они в морозилке не слипались от мороза. Вот в этот раз мы положим четыре. и у нас получается в полном пакетике четыре штуки. То есть, допустим, захотели, достали, нарезали на стол, или две взяли, или одну. нарезали на стол. И, и, и. И, 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 и. Это тоже по-квоему важно, это у нас получается двойная защита. У нас и так уже все хорошо, они упакованы, а когда мы включаем второй пакет в общий, то есть она еще меньше смораживает между собой и также предотвращает от впитывания каких-то плодосторонних холодильников. Ну что, наш сало готово, осталось только заморозить и увидеть еще одно самое главное, для чего мы нарезали сало мелкими кусками. Итак, друзья, вот наше сало заморозилось, смотрите мы достали пакетик и мы можем выбрать любой кусочек и нарезать. Как видите, да, сразу маленькими кусочками, какими нам надо, спокойно нарезали и подали на стол. Ну что ж, друзья, на этом и все, приятного вам аппетита!